Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас очередная встреча в цикле «Исторические зарисовки». На сей раз к нам в гости пришла замечательный российский историк, один из крупнейших специалистов по истории российско-европейских отношений, истории Франции и других европейских государств Наталья Петровна Танчина. Здравствуйте, Наталья Петровна! Здравствуйте! В прошлом учебном году уже проводили несколько интересных встреч, которые были посвящены истории русско-французских отношений в XIX веке самым известным персонажам русской и французской истории, в том числе и Александру Павловичу, Александру I и Наполеону, и Поце де Боргу, и другим. А сегодня мы хотим поговорить несколько в ином ракурсе об истории России и ее европейских соседей. Это о истории русофобии. Что это такое, с чем ее едят, когда она зародилась, что лежит на поверхности, а что является глубинным основанием русофобии. И вот в связи с этим обстоятельством, Наталья Петровна, у меня к вам первый вопрос. Вот когда мы говорим о русофобии, да, можно ли утверждать, что она является типичным случаем, но своеобразной неприязни, как, например, вот англофобия, франкофобия и так далее. Или все-таки это нечто качественно большее, чем просто неприязнь. Русофобию можно рассматривать двояко. Можно как просто такой типичный случай нелюбви, неприязни к какому-то народу, особенно соседнему народу, или к народу, с которым часто враждовали, потому что такие ведь случаи в истории часто бывают между народами, между теми же англичанами и французами, которые, как говорят, любят ненавидеть друг друга, или французами и немцами, между которыми тоже история была очень сложная и напряженная. А можно русофобию воспринимать и иначе, а именно как вот такое проявление ненависти к другому народу, как целую идеологию, которая имеет свои корни, свои причины, свою логику развития. И вот на мой взгляд, в том, что касается русофобии, это как раз второй случай, потому что русофобия — это явление абсолютно не новое. И вот иногда приходится слышать, вот я, допустим, занимаюсь XIX веком, и говорят, что вот это некое модернизаторство, используя термин русофобия. А между тем, термин этот, сам термин русофобия, он имеет действительно давнюю историю. И вот очень часто можно, например, так поискать на просторах интернета и увидеть, что якобы впервые термин русофобия встречается в письме Федора Тютчева, который, как известно, был не просто и не только поэтом, но и дипломатом. — По-моему, послом был при Венском. — Послом был, да. И в Мюнхене, и в Генуе, и в Турине занимал должности дипломатические. И вот в одном из своих писем дочери он как раз использует этот термин русофобия, но имея в виду русофобию некоторых русских людей. Потому что, понятно, в России всегда, ну или не всегда, но в XIX веке особенно, была так называемая внутренняя русофобия, потому что многие русские дворяне, воспитанные французскими гувернерами в рамках французской культуры, они в какой-то степени могли воспринимать их отношения к нашей стране. Но на самом деле этот термин встречается и гораздо раньше. То есть это не 60-е годы, а вот 40-е годы. 40-е годы XIX века, и, допустим, это слово русофобия термин употребляет Петр Андреевич Вяземский или, допустим, министр иностранных дел Карл Васильевич Нассельроды. То есть этот термин имеет действительно достаточно глубокую историю, традицию использования. И в том, что касается русофобии, тут, мне кажется, можно проводить некие аналогии с антисемитизмом. Потому что антисемитизм можно ведь воспринимать тоже неоднозначно. Можно вот как юдофобию, то есть такая нелюбовь к евреям, а можно и действительно как целостную глубинную идеологию. Система ценности и взглядов. Ну да, условно говоря, можно разделять русофобию как бытовой какой-то элемент жизни того или иного народа, а можно разделять русофобию как, или вернее даже представлять русофобию как отдельное идеологическое направление, в том числе и государственной политики. Конечно, потому что вся история взаимоотношений России с Западом, она как раз вот именно это и демонстрирует. А скажите мне тогда, пожалуйста, когда впервые возникает русофобия, не как элемент бытовых отношений, ну в той же Западной или Восточной Европе, а как вот элемент своеобразной государственной политики и идеологии. Кто являлся пионером в этом деле? И когда примерно зарождается вот само это направление, ну можно так сказать, даже вот идейного как бы течения в Европе. Можно ли говорить по поводу того, что идеи русофобии были, например, на Востоке? Русофобия это именно западная идеология, потому что в других культурах и цивилизации отношение к России, оно носит либо не идеологический характер, либо является какой-то вот такой калькой или продуктом прямого информационного воздействия именно западной культуры. И время, когда вот эта вот неприязнь к русским появляется, это, наверное, конец 15-16 века. Собственно, то время, когда происходит открытие нашей страны иностранцами. Кроме того, здесь надо учитывать, что это же и эпоха великих географических открытий, когда западный мир открывал для себя вот как раз другого. И вот здесь взаимоотношения с Россией, они во многом как раз вкладываются в эту схему. Потому что для Западной Европы, которая вот, в принципе, достаточно так быстро прошла вот этот вот путь от варварства к цивилизованности, для нее было характерно восприятие вот мировых процессов в рамках стадиально-исторического мышления. И, соответственно, Европа воспринимала себя как некий такой эпицентр. Об земли, да? Да, который должен и имеет миссию особую оккультуривать, цивилизовывать другие народы. А если они упорствуют в своем нежелании быть цивилизованными на такой манер, то они тут же воспринимались и заносились в ранг врагов. Да, варваров. Варваров. А здесь же надо еще учитывать и религиозный фактор. Аспект, конечно. Да, потому что вот это как раз очень сильно повлияло на восприятие России как варварского деспотичного государства. Потому что ведь как раз весь XVI век, наверное, это попытки склонить Россию к унии. И вот это вот противоборство России и стремление сохранить свою православную веру воспринималось на Западе тоже как некое такое противодействие, как отторжение. И отсюда такое негативное восприятие. И, наверное, потребовалось событие какое-то масштабное, пахальное, для того, чтобы все вот эти вот противоречия актуализировались. И таким событием стала Ливонская война. Вторая половина. 1558-1583 год. То есть это, наверное, такое первое масштабное столкновение России с целой коалицией европейских держав. Ну да, я напомню, что в этой войне принимали участие сначала Ливонский орден, а потом после формального как бы разгрома Ливонского ордена, речи посполитые, в состав которой тогда входили Великое княжество Литовское и, собственно говоря, Польша, это Дания, Швеция, ну и так далее. Здесь же надо как раз учитывать, что это уже время, когда появился печатный станок. И, соответственно, информация расходилась уже достаточно быстро. И вот здесь как раз информацию о нашей стране, так получилось, Запад получал через Польшу. И вот об этом как-то мало, может быть, кто задумывается. Но вот поляки, может быть, такой самый близкий к нам территориальный, самый крупный наш сосед из западных народов, вот именно поляки во многом сыграли свою значительную роль в распространении вот этих вот негативных штампов, русофобских образов России. Потому что здесь же надо учитывать сложную историю взаимоотношений между нашими странами. Там весь 16-18 век, это непрерывные какие-то столкновения, войны, конфликты. И союзы в том числе. И союзы, да, но которые опять перемежались. Ну да-да-да, после продолжительного военно-политического союза, который берет свое начало еще со времен Петра I, а может быть даже и Софья, это вот знаменитый Вечный мир, а потом все-таки мы приходим к знаменитым разделам Польши 1772-1795 году. Но при этом надо учитывать, что вообще история взаимоотношений нашей страны или наших предков с поляками, она берет свое начало еще со времен Владимира Святого, когда начинается борьба за так называемые червенские земли или червенские города. Это на территории Галиции и Волыни. Хорошо известно, что еще в период вот этой вот междоусобицы сыновей Владимира, в частности Святополка Окаянного и Ярослава Мудрого, поляки первый раз берут Киев и ведут себя уже здесь как хозяева жизни. Правда, потом они вынуждены будут с позором бежать. Но тем не менее, вот эта вот история русско-польских отношений была чрезвычайно богата разными событиями. И особенно она начинает приобретать такой вот ярко выраженный характер, правильно вы сказали, с момента возникновения единого русского государства уже при Иване Третьем. Начинаются вот эти знаменитые русско-литовские, вернее, порубежные войны, затем автоматически идет противостояние и борьба за вот эти вот русские земли между Варшавой, Вильной и Москвой. И вот как итог этого противостояния появление русофобии не просто бытового плана, а именно как государственной идеологии. Конечно, вот вы верно сказали, Иван Третий, Иван Четвертый, они это очень хорошо ощущали. И Иван Четвертый говорил, что я никогда не заключу с польским королем вечного мира, потому что у них же наши исконные русские земли, и я никак не могу пойти на это. Поляки, в свою очередь, как раз активными тиражами, массовыми тиражами распространяли на Западе информацию о России. И Запад как в те времена, так и сейчас считает поляков главными такими источниками информации, специалистами по России. И поэтому вот этот вот негативный образ, который тиражировали во многом поляки в Европу, вот он как раз и сформируется на Западе. Допустим, еще такой интересный момент. На картах географических до 17 века Россия, она являлась составной частью Европы. А вот потом уже граница, она проходит именно по Польше, по восточной границе Польши. То есть Россия уже, она сознательно превращается в какое-то варварское, дикое, деспотичное государство, отделенное барьером от Западной Европы. И вот... Даже ментальным барьером, выраженным вот на этой карте, да? Да. И вот все это превращает Московию в какой-то такой антиобраз, анти Европу. И тогда же формируется образ и государя, вот именно тирана, деспота, жестокого, коварного правителя. И Иван Грозный в этом качестве доминировал. Причем Иван Грозный превращается просто в какой-то символ царя русского вообще. Потому что неважно, какие времена на дворе, неважно, какой правитель в России у власти, будь то президент, будь то император, вот на него распространяются вот эти вот хрестоматийные черты, да, штампы, которые приписывались Ивану Грозному. Скажите, пожалуйста, ну понятно, что европейская культура в своей основе все-таки христианская до недавнего времени, да? Ну вот в те времена, да, позднего средневековья, а затем нового времени, она все-таки в своей основе имеет такую вот как бы основу античности, да? Ну, условно говоря, римское наследие. Складывание вот этого европейского или западноевропейского самосознания еще в Древнем Риме было ведь, насколько я знаю, построено именно на противопоставлении Древнего Рима или Античного Рима тому же Востоку, да? Да. Насколько вот это вот представление о том, что Запад и Восток это две разные цивилизации, оно сыграло роль вот в формировании вот этого вот особого идеологического направления, которое мы называем русофобией. Я хочу сказать, что речь в данном случае идет, конечно, не о классическом Востоке, вот в современном понимании этого слова, а о восточной части Средиземноморья, то, что принято в нашей книжности или в нашей литературе называть Восточной Римской империи или Византийской империи. Понятно, что после гибели Римской империи как таковой, да, Западная империя, она, значит, была похоронена вот этими варварскими племенами Лангобардов, там, Визготов, Озготов и так далее, и так далее. А Восточная империя ведь еще просуществовала почти тысячу лет, да, до 1453 года. А Россия, ну, сначала Великое Московское княжество, а потом и Царская Россия, Московское царство, оно ведь, ну, тогда, по крайней мере, сформируется вот эта вот идеологическая основа, и Москва-Третий Рим, и сказания о князьях Владимирских, и сказания о Мономаховом Венце, и так далее, и так далее. То есть, как наследницы именно вот этой вот восточной части бывшей Римской империи, или то, что мы называем Византией. Вот здесь вот эти представления для европейцев насколько были важны. Действительно, вот, хотя мы и сказали, что вот как-то исторические корни русофобии можно усматривать уже на рубеже 15-16 веков, но на самом деле они как раз гораздо глубже, и они корнями уходят именно в западные самосознания, которые начало складываться еще в Древнем Риме, и для римлян Восток — это нечто иное, нежели для нас, потому что для них Восток — это восточная часть империи, эллинистический мир, Средиземноморье. И вот тогда уже вот это противостояние Восток-Запад начало формироваться, и мы, получилось так, в какой-то степени были просто исторически обречены, наверное, на русофобию, особенно с учетом разделения церквей. 1054 год, Западная церковь, Восточная церковь, Россия как преемница именно Восточной традиции, она тем самым как бы впитала, аккумулировала в себя вот тот негатив, который распространялся на греков, на Византийскую империю, потому что не случайно мы даже можем вспомнить, у французов есть, а язык он уже очень хорошо отражает душу народа, идеологию, менталитет народа, у французов есть такое выражение «идите грекам», которое вот отсылает по известному адресу. То есть тут оно вовсе не случайно, и вот на нас это тоже все транслировалось, особенно после того, как Россия, как вы сказали, начала разрабатывать вот эту идеологию Москва-Третий Рим, то есть тут мы совершенно не вписывались в западный контекст, и для запада мы как раз и были, и остаемся вот знаковым иным. И, собственно, запад и осознает себя западом идеальным именно на противопоставлении себя вот этому грубому, невежественному, варварскому востоку. То есть тут все работает на принципе бинарных оппозиций. Вот запад, который воплощает все ценности идеальные, и восток, который является вот таким вот антимиром. То есть здесь получается, что, условно говоря, даже любые попытки принять все западные ценности, они изначально обречены на провал в данном случае, потому что они все равно вот на ментальном уровне, да, в результате вот этой многовековой русофобии, да, будут все равно относиться к России как вот к нечто чуждому, к нечто иному и так далее. Даже именно не столько, потому что русофобия явление очень длительное, а просто как в сказках. Добро должно обязательно противостоять зло, и добро должно побеждать зло. И вот эта борьба, она всегда так. И мы для них просто вот априори нужны как некий такой антимир, анти-Еропа. Если бы нас не было, надо было нас выдумать, да, или, как говорят, напротив кого дружить, условно говоря. Именно так. Потому что дружба очень часто является не дружбой за что-то, а дружбой против кого-то. Ну, понятно. Ну вот, кстати, это во многом и объясняет, в том числе и всплеск вот этой русофобии сейчас, потому что мы-то по наивности думали, что вот тот антисоветизм, который был характерен для западной цивилизации, там европейской, американской, ну в целом западной цивилизации, он носил такой классовый идеологический характер. А на самом деле все куда, конечно, гораздо глубже. И если бы наши правители, условно говоря, были хоть чуть-чуточку по образованию и понимали истоки отношения наших европейских и зоокеанских партнеров к нашей стране, с незапамятных времен, они бы не сделали кучу тех ошибок, а можно сказать даже предательских преступлений, которые привели вот к нынешней ситуации. Скажите, пожалуйста, Наталья Петровна, а вот можно ли так вот коротко, но довольно четко и ясно выделить, ну какие-то основные идеологемы вообще вот самого по себе русофобского образа? На чем базируются они? Что является сердцевиной вот этой русофобской идеологии, которая зародилась, как мы уже теперь выяснились, в далекие века средневековья и столь живучей вот до сих пор? Да, и эти вот идеологемы, составные части, они что характерно не меняются, они устойчивые, они из века в век транслируются, потому что русофобия это действительно, на мой взгляд, западная идеология, которая утверждает вот просто изначально злую природу русского народа. То есть мы вот изначально, априори, мы таковые, и мы являемся народом, который обладает вот какими-то уникальными свойствами, которые объясняют нашу тягу ко всему низменному, ко всему варварскому, ко всему дикому. И сама логика русофобии, она как раз и построена на противопоставлении хорошего, правильного, плохому и дурному. И поэтому вот в этой связи все вот какие-то свойства, все качества русского народа, они видятся как принципиально враждебные западному народу, западной культуре и идеологии. Как некое противопоставление вот всему тому хорошему, что есть в западной культуре. Свобода, демократия, либерализм, права человека и так далее. То есть это воспринимается не как какая-то экзотика, да, а именно как какая-то враждебная форма бытия, да? Конечно, потому что ведь к другому человек может испытывать какие-то свойства, чувства? Да, страх и интерес. А вот здесь интерес, он как раз сознательно блокируется и остается именно страх. И поэтому конструируется вот этот самый образ врага. То есть, во-первых, русские воспринимаются как народ, который совершенно не способен к какому-то самостоятельному правлению. И отсюда как раз нужна абсолютная власть, самодержавная власть, которая будет управлять русским народом. А во-вторых, русские по природе, они являются вот рабами, независимо от их статуса, социальной принадлежности. Все русские, они рабы, которые не способны существовать никак иначе, только как под эгидой абсолютной, ничем не ограниченной самодержавной власти. Кстати, вы обратите внимание, что вот эти идеологемы, о которых вы только что говорите, они ведь чрезвычайно живучи. Именно у прозападной части нашей либеральной интеллигенции, которая нам постоянно свистит о том, что мы генетические рабы, что у нас здесь беспросветная абсолютная монархия и так далее. Что абсолютно, кстати, не согласуется с реальными историческими фактами. Ведь на самом деле история русского абсолютизма это менее двух с половиной столетий. Вот если брать, например, от начала эпохи Петра, потому что он окончательно утвердил абсолютную монархию как форму правления, вплоть до крушения монархии в 1917 году. Какие еще можно было бы выделить основные идеологемы, связанные с русофобией, помимо того, что русские это изначально варварский народ, рабский народ, народ, которым можно только управлять. Причем управлять жесткой рукой с помощью тиранических методов и так далее. То есть, верно, первое, это абсолютная власть, которая жестокая, варварская, деспотичная, насильственная. Во-вторых, это народ, рабы, который только и стремится к тому, чтобы быть покоренным, подчиненным, ни к чему большему. И третье, наверное, может быть, тоже не менее важное, а может быть, самое важное, что как раз беспокоило Европу, это якобы то, что власть, империя, она всегда стремится к экспансии, к расширению. А рабы, они как раз являются вот такой благодатной почвой, ими очень легко управлять и направить их вот в это завоевательное русло. Поэтому отсюда вот этот вот лозунг, русские идут, неважно, опять-таки, какой век на дворе и какая форма правления. То есть, вот Россия, она воспринимается именно как варварское, деспотичное государство, стремящееся еще к агрессии, к внешней и к поглощению всего и вся. Соседних территорий, и не только соседних. Отсюда, кстати, и появление разного рода фальшивых, типа завещания Петра Великого, да, вот, и рассказки о том, что все дальнейшее развитие страны, вплоть до, например, создания Варшавского договора, это не что иное, как реализация вот этих вот идей Петра Великого, рожденных еще в его больной голове там в начале 18 века. Те вот русофобские образы, которые вы только что перечислили, да, то есть основные идеологемы вот этой русофобии, они, как мы уже говорили, далеки абсолютно от истины, потому что хорошо известно, что в основе русской государственности, как это ни странно, но это действительно так, лежит русская территориальная община, причем Россия так вот оказалась исторически, по сути дела была единственным государством, где вот эта территориальная форма общины, она сохранилась весь период существования русской государственности, вплоть до середины 20 века, что в основе этой общины лежало отсутствие частной собственности, а понятно, что в отличие от кровно-родственной общины, которая, кстати, была характерна не только, например, для народов Кавказа, там, или Средняя Азия, или Дальнего Востока, а даже для многих европейских народов, для вот этой вот территориальной общины характерно согласование интересов, а раз согласование интересов, значит, под это выстраиваются и соответствующие демократические, в прямом смысле этого слова, институты управления, да, и мы хорошо знаем, что те же вечевые структуры существовали в домонгольской Руси, но во всех русских землях, а не только в Новгороде и Липскове, да, что такие же вечевые институты существовали и в Московской Руси, достаточно вспомнить тот же конфликт Дмитрия Донского с боярами-велевенинами, которые традиционно возглавляли вот это вот городское самоуправление в Москве. Понятно, что вот эти вот русофобские образы, они не имеют ничего общего с исторической реальностью, но, тем не менее, они очень живучи, да, и что в данном случае вот мы можем как бы, ну, может быть, в рамках контрпропаганды предпринять, или, может быть, вообще каким-то образом мы можем повлиять вот на изменение вот этого, или это уже, что называется, на века? Это образ России, который действительно не имеет ничего общего с Россией реальной, потому что у Запада была своя Россия, сформированная в западных фантазиях, и им не нужна была Россия настоящая, и поэтому, когда они отправлялись в Россию, они видели в ней именно то, что хотели увидеть. Те же солдаты, офицеры Наполеоновской армии, которые видели все, сплошь как один, белых медведей под Смоленском. Это, опять-таки, вот такие бинарные оппозиции, когда Запад воспринимается как царство добра, Россия как абсолютное зло, и, соответственно, вот этот образ, он и транслируется из поколения в поколение. А образ иной России, позитивный, он просто на Западе не воспринимается, отторгается, потому что им не нужна такая Россия. Вот если мы еще с вами успеем поговорить в одной из передач о Маркезе де Кюстини, его путешествии в России, как раз реакции, ведь когда он говорил с императрицей Александрой Федоровной, она ему сказала прямо во время одной из первых встреч, — Это супруга Николая I. — Да, супруга Николая I. Может быть, вам понравится в России, и вы захотите об этом написать, но вам же никто тогда не поверит. То есть вот она уже прекрасно понимала, что Западу нужна абсолютно иная Россия, которая ничего не имеет общего зрения. — Она немка была, поэтому она говорила со знанием дела, да? Ну, например, вот знаменитый поход русской императорской армии, так называемый заграничный поход, 13-14-го года в Европу, да? Вот, казалось бы, с одной стороны, и в то же время поход той же великой наполеоновской армии в Россию, ведь это был, по сути дела, поход всей Европы против России, потому что в составе армии Наполеона были же не только французы, там были и испанцы, и итальянцы, и поляки, и голландцы, и пруссаки, и так далее, и так далее. А вот это тоже никаким образом не влияло на... Или все-таки информация, вот эта вот русофобская, она во многом формировалась за счет средств массовой информации. То есть манипулятивные такие инструменты были уже отработаны, с помощью которых даже какие-то позитивные представления там о таком приличном поведении русских, там, донжских казаков, например, в Париже, оно быстро улетучивалось, и потом на место вот этих вот, как бы, элементов личного знакомства приходили вот эти устоявшиеся штампы, да? Вот война 12-го года, заграничные походы, они очень хорошо иллюстрируют эту тему, потому что вот в том, что касается России, то ни война 12-го года, ни пожар Москвы, ни разорение, вот все это не привнесло в русское общество настроение франкофобии. То есть вот этого не сформировалось. Но тут во многом связано с тем, что Наполеона не воспринимали, как и французов. Это басурмане, вот это просто враг такой абстрактный, басурманский, но отнюдь не французы. Вот что касается русских, то здесь как раз да, наполеоновская пропаганда работала чрезвычайно налаженно. И слово «казак» в тогдашней Западной Европе и Франции, это было нечто зловещее. То есть это какое-то самое ужасное слово «казак», потому что как раз жители Франции и Европы, они были напуганы вот этой наполеоновской пропагандой, которая говорила о том, что вот сейчас толпище вот этих вот ужасных варваров заполонят нашу страну, и начнется просто немыслимое что-то. Но между тем, это же как раз, как мы знаем, расходилось с действительностью, потому что Александр I, он четко приказал пресекать под угрозой смертной казни любые случаи мародерства, насилия по отношению к французам. Хотя были какие-то случаи, конечно, особенно не в Париже, прежде всего, а в Европе или во Франции, но опять-таки это было связано, как правило, с башкирами или вот не с регулярной русской армией в любом случае. И казаки, которые расположились вот прямо под открытым небом на Елисейских полях, они ведь вызывали всеобщее любопытство, интерес, особенно у детей, у женщин. И знаменитый французский писатель Виктор Гюго, которому тогда было 12 лет, он писал, что вот русские оказались вот как агнцы, вот такими, да, божьими, спокойными, мирными и тихими. Уравновешившими, непьющими. Потом, опять-таки, мне кажется, мы уже об этом говорили, французы не верили, что это русские. Они прямо так и говорили, да нет, вы нас обманываете, вы, наверное, эмигранты, а не русские, потому что красивые, превосходно говорящие на французском языке, знающие прекрасно французскую культуру. То есть это как раз и подтверждало, что мы-то цивилизационно являемся близким народом. Но, опять-таки, вот здесь еще что надо учитывать, что реставрации во Франции, то есть режим, который был установлен после окончания Наполеоновских войн, конституционный режим, хартия конституционной 14-го года, ведь это чья заслуга во многом? Александр I, который хотел оставить Францию сильной, влиятельной, ну, как союзника, как противовес Англии, германским государством, пост премьер-министра в скором времени ведь получит знаменитый Дюк Ришелье, губернатор Одесса, Новороссий, который очень многое сделал и для России, и для Франции. Но вот интересно, например, когда Дюк Ришелье оказался в Париже, его в салонах светских вообще никто не спрашивал о том, вот как он провел эти больше, чем 10 лет в России. То есть Россия французов не интересовала как-то абсолютно, вот для них это была какая-то тартария такая, непонятная, абсолютно далекая, и им совсем неинтересная. Но опять-таки, вот тогда практически Франция, она спасла Россию, то есть тут такое трио действовало, и Ришелье, и корсиканец Поца-де-Борга, который стал послом России во Франции и очень много делал для укрепления позиций и Франции в том числе, и племянник Ришелье, генерал Рушешуар, который стал военным комендантом Парижа, и тоже очень многое сделал для того, чтобы просто город отстоять, чтобы многие архитектурные сооружения были не разрушены, там Винцентский замок, мост Йенский, ненавистный пруссакам. Но это опять-таки очень быстро забыли, и русских стали воспринимать по старой, доброй, классической схеме. Европейской традиции, да. А вот если возвращаться как бы к истории, вот в данном случае, ну вот в рамках нашей темы, да, к истории тех же русско-французских отношений, но, например, на полвека назад, да, вот эпоха Екатерины Второй, хорошо известно, что она сама была европейкой по рождению, тоже была немкой, София Фредерико Августа, ангельцепская, и она воспитывалась, а затем и мужала, как государственный деятель, на идеях французского просвещения. Более того, она состояла в личной переписке с целым рядом выдающихся европейских, особенно французских просветителей, в том числе тем же Вольтером. Она, по-моему, даже содержала ряд европейских просветителей того же Дидро, она как бы якобы выкупила у него библиотеку, но при этом сказала о том, что вплоть до его кончины эта библиотека будет при нем, и лишь потом станет достоянием. А он еще получал жалованье как ее содержатель, хранитель, да. То есть она и выкупила, а потом... Ну вот если можно, да, вот немножко о ситуации в Европе, вот в этот период. В главе России становится женщина, ну, европейски образованная, да, женщина, которая, как и другие монархи Европы, тот же Густав Третий, шведский король, тот же Фридрих Великий, прусский король, та же Мария Терезия, эрцгерцогиня Австрии, они, в общем-то, в своей политике, даже на уровне там, ну, каких-то велеречивых там заявлений, реализуют политику просвещенного абсолютизма, да. Казалось бы, вот во главе государства пришла просвещенная монархиня, да. И здесь вот эти вот русофобские идеологемы, они каким-то образом трансформируются, изживаются, или это вообще не имеет никакого, в общем-то, влияния вот на те устоявшиеся штампы и те устоявшиеся идеологемы, которые родились вот еще в Средневековье. Вот здесь как раз случай может быть такой исключительный, потому что нас действительно либо любили, либо ненавидели, как-то золотой серезины не было, ненавидели гораздо чаще, но вот Екатерине на какое-то время удалось разорвать вот этот вот порочный круг, да, потому что как раз в это время начинает формироваться то, что впоследствии получит название русский мираж. Вот как раз со времени Петра I и его визита во Францию, когда он увидел Версаль, когда он на руках держал, не по этикету, как раз совершенно короля маленького Людовика XV, как раз благодаря этому визиту у нас появился Петергов, потому что Петр I захотел создать нечто превосходящее даже по великолепию, нежели Версальский дворец. Вот тогда начал формироваться вот этот самый русский мираж, то есть образ просвещенной России, управляемый просвещенными правителями. Герцог Сан-Симон, знаменитый не социалист-утопист, а вот его предшественник, предок, да, которым как раз приписывают, точнее, слуге его вот эту знаменитую фразу «Вставайте, вас ждут великие дела». Вот он начал формировать этот позитивный образ России, а Екатерина его как раз продолжила, продолжила вот это дело Петра Великого, и при ее правлении как раз Россия восприниматься начинает именно как европейская держава, которая идет по тем же путям, что и западная цивилизация. Сама как раз Екатерина, она же была восторженной почитательницей идей Монтескьо сначала, потом Руссова-то она, да, вот эти идеи народного суверенитета она не могла воспринимать, а вот Дидро, Деламбер, Гримм, с которым она тоже состояла в многолетней переписке, да, причем она же верна, она не просто с ними переписывалась, она поощряла это материально, и это тоже имело ощутимое значение, потому что для всех французов деньги – это, наверное, одно из важнейших свойств, как тогда, так и сейчас во многом. Поэтому и Дидро, и Вольтер, они очень охотно откликались и формировали вот этот вот позитивный образ России. Но опять-таки это ненадолго все, и с началом французской революции все это как-то снова уйдет. Короче, у нас есть механизм безотказный, если надо победить русофобию, надо больше звонкой монеты, да, французам, по крайней мере. Мы об этом поговорим, в 19 веке мы пытались, да, тоже платить, но не особенно опять-таки получалось. А может у них аппетиты были просто, или у нас пожадничали, условно говоря, да? И аппетиты были тоже, и Николай, просто это во многом будет связано еще и с позицией Николая, я думаю, мы об этом поговорим, Николай Первого, да. Я думаю, что мы на этом сегодня закончим, а продолжим этот интересный разговор, чтобы понять вот многие истоки того, что происходит сейчас, чтобы мы были вооружены, чтобы мы знали, как на это реагировать, в чем мы можем выступать с позицией, ну, своеобразной контрпропаганды, причем удачной контрпропаганды, не так, как вот это происходит зачастую сейчас. Ну, а сегодня я хотел бы поблагодарить нашу гостю, попрощаться с вами, до свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok